Приключения Приключения Игра повествования, в которой управляемый игроком герой, продвигается по сюжету и взаимодействует с игровым миром посредством применения предметов, общения с другими персонажами и решения логических задач. По своей сути приключения в половине случаев – безобидные игры, в которых нет насилия, крови, разврата и других факторов деградации. Сегодня разработчики предлагают людям не только стрелять, убивать или симулировать жизнь, но еще и развивать мышление. В настоящее время, к сожалению, существует тенденция прививать детям и взрослым в шаблонное мышление. Зачастую в школах детей лишают возможности мыслить нестандартно. Тогда на помощь приходят игры этого жанра – головоломки, стратегии, квесты. Сейчас редко встретишь игру, в которой два разных человека пройдут один и тот же путь одним способом. Свобода действий, необходимость быстро принимать решения, право выбора, сдача на логику, а не редкая возможность создавать что-либо самому. Все это благоприятно влияет на мышление и умственное развитие человека. Этому жанру принадлежат следующие известные, хорошие, развивающие игры – World of Goo, Portal Portal 2, Machinarium и другие. Эти игры не только позволяют применять необычные логические приемы и развивать мышление, но и погружают игрока в удивительный, красочный мир с потрясающим сюжетом. Эти игры с уверенностью можно рекомендовать. World of Goo повествует о волшебном мире живых и липких шариков, которые, взаимодействуя друг с другом, решают невообразимые задачи. Machinarium – это приключенческая игра, головоломка от лица маленького робота в городе, пропавшем маслом и покрытым ржавчиной. В играх Portal и Portal 2 все серьезно и несерьезно одновременно. Это увлекательная головоломка про порталы и пространственные путешествия. Онлайновые игры – MRPG. Пожалуй, самым коварным жанром среди игр является MRPG. Дело в том, что самая страшная опасность, которую несут в себе игры – это зависимость. А где игры жанра MRPG, там яркие примеры, показывающие невероятные результаты. Самыми популярными среди таких игр являются Lineage, World of Warcraft, Perfect World, War Thunder, World of Tanks, Counter-Strike, Dota и многие другие. Врачи и ученые приравнивают зависимость, вызываемую играми, к наркомании. Люди, которые не в силах контролировать и нормировать свое игровое время, с головой погружаются в виртуальный мир, где предлагается прожить вторую жизнь в более красочном и волшебном мире. Геймер отдает дни, месяцы и годы игре, подчиняясь зову виртуального наслаждения. И будь то 50-летний мужчина, 25-летняя девушка или 10-летний мальчик, именно в мире игры все они могут стать настоящими героями. С одной стороны, погружение в такие игры помогает людям воплотить свои мечты. С другой, забыв про реальность, мы рискуем навсегда потеряться на просторах выдуманного мира, утратив понимание того, что жизнь у нас всего одна. Нередко MRPG является причиной нервных срывов и психологов у людей, особенно у детей, которые не в состоянии объективно оценивать значимость влияния подобных развлечений на душевное и духовное состояние. Доблестные программисты, умелые дизайнеры и другие разработчики игр – лишь инструмент в руках крупных корпораций, властных людей и организаций. Если разработчики игр хотят воплотить мысль в реальность, пусть и виртуальную, то именно руководящие люди и спонсирующие их организации видят картину намного шире. Что движет этими людьми? Почему? Почти всегда это деньги, реже реклама чего-либо, бывает переписывание истории, подтасовка фактов и ложь, деградация общества, разрушение нравственности и наркотизация своим продуктом – игрой. Но хотелось бы отметить, что даже среди игр есть те, которые заставляют нас думать о смысле не виртуальной, а реальной жизни. Подобно хорошей книге, такие игры напрямую влияют на наше сознание, заставляя размышлять. Яркими представителями подобных шедевров являются малоизвестные игры Turgor и Brothers A Tale of Two Sons. Turgor – игра эпическая, симулятор души, если хотите. Это целый мир удивительных чувств, где нам посчастливилось оказаться. Он живет в шатком балансе живого и мертвого, цветного и бесцветного. Он соткан из жизни и намерений, принципов и запретов, воли и фантазий, до последней капли цвета. В этой игре разработчики подошли к пониманию счастья и душевной пустоты с новой стороны, сравнив счастье и эмоции со светом, который наполняет мир вокруг и душу главного героя. Игра Turgor способна научить человека чувствовать более тонко, сопереживать, ощущать мир панурам. Здесь все волшебно и таинственно, невероятно сложно и одновременно удивительно просто. Игра демонстрирует настоящую цену любви, доверия, заботы, самоотдачи, стремление защищать и оберегать. Учит терпению, самообладанию, спокойствие. Заставляет игрока осознать истинную суть гнева и ярости, агрессии, страданий и боли. Игроку предложено познать веру в чудо, волшебство, тайны и мечты, внутреннюю силу и волю. Жизнь после игры меняется в лучшую сторону. На одни и те же вещи начинаешь смотреть другими глазами. Игра буквально подталкивает переосмыслить свое отношение ко всему миру, проникнуться таинством существования всего живого и мертвого. Словом, превозносит качество жизни на новый уровень понимания. Десятикратное нарушение табу карается изгнанием вниз. С возрастом восприятия мира меняется, а значит меняется и сам мир. Глазы начинают видеть все таким, какое оно есть на самом деле, а все плоды воображения пропускаются через жернова логики и здравого смысла. И смысл у всего на свете меняется. Остаются только сказки. Волшебные сказки, которые подстегивают фантазию и заставляют хотя бы на несколько минут поверить в чудо. Именно Brothers A Tale of Two Sons – удивительная сказка, к которой хочется возвращаться снова и снова. Игра оставляет неизгладимое впечатление у любого, кто бы в нее не играл. Красочный мир, полный опасности и тайн демонстрируют сложность и нелинейность человеческих судей. Сюжет игры построен таким образом, что человек невольно начинает задумываться над тем, что все в нашем мире взаимосвязано и взаимозависимо. Любое наше действие или бездействие обязательно будет иметь последствия. Невозможно быть в стороне от жизни. Жить – значит участвовать и принимать порой сложнейшие решения, которые отразятся в наших и чужих судьбах. И то, что мы вложим в жизненные решения, обязательно вернется нам с торицей. Brothers A Tale of Two Sons – заставляет снить каждый миг, каждое мгновение, дарованное нам свыше. Ведь порой происходят вещи, которые мы не можем вернуть вспять, но должны научиться принимать их всем сердцем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Играйте с одним из их критерием выбора. Однако, помимо этих параметров, есть и скрытые аспекты игр. Есть игры, которые выделяются сильнее всех других своим отношением к миру, теми светлыми красками, которыми они наполняют души игрока, тёплыми чувствами и эмоциями. А есть игры, которые прививают едва ли не самое ужасное и плохое, что может быть в мире, прославляя низменные человеческие пороки, взращивая ненависть и насилие в душах геймеров. Словом, способствует деградации личности и души человека. Играть или не играть? У игр, как и у всего в нашем непостоянном и противоречивом мире, есть свои плюсы и минусы. Стоит только помнить, что самое ценное, что есть у каждого из нас – это жизнь и время, отведённое для неё. А как им распоряжаться, черпать вдохновение, учиться чему-то новому или целиком заменить реальный мир виртуальным и жить в нём – решать только вам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»